Это было вчера, где-то половина одиннадцатого. Я был на входе, сказали, что вот двое зашли в кабинет и вас ждут. Я сказал, хорошо, с врачами вместе зашли в кабинет, а вот один из них, одного знаю, муж больной, а другой, он встал, говорит, давайте, кто заведующий? Я, остальные все, выходите, говорит. И у меня разговор с заведующим, говорит. Одна осталась, ее тоже выдумал, говорит. Давай, выходите, все, я с заведующим поговорю. Говорит, вы мне знаете, я сказал, что не знаю. Говорит, ты меня не знаешь, почему вот не слушаешь моего помощника, говорит. Сколько тебя ждать, говорит. Я депутат Джоорг Кокинеш, Мельбек Мурашев, говорит. И встал, и сразу меня ударил, вот, через, не через. Я потерял сознание, упал, другой прибежал, сразу ногой пнул. И за горло схватил этот, который депутатом представился. Я чуть половину сознания, бессильный был. Мне вот этот депутат сказал, что давай, говорит, машину, мы там по-мужскому, говорит, разберемся, где лечебных учреждений, говорит. И вывели меня в коридор, а в коридоре врачи были, медсестры, санитарки, все стояли, они разнули, несколько раз ударили, я уже пришел к себе, сопротивлялся. Это время вот как раз за Англорадь подошла, зашли вновь в кабинет, начал вот этот депутат материться, не сенсурными словами различными. Она говорила, что включить диктофон. Я включил диктофон, как включил диктофон, она говорит, давай, на этот раз, говорит, не получилось, я все равно, говорю, ты не знаешь меня, за двойные найду, я тебя посажу в тюрьму, если не сажу, не могу сажать, я это не депутат, говорит. Я из-под земли сегодня, значит, я, она, говорит, найду, все равно, говорю. Вот так и ушли. Они говорят, что, мол, лечение пациентки осуществлялось неправильно, поэтому она попала в кому. Почему она вообще попала в кому? Нет, как раз лечение, как раз у нее хорошее было. На этот раз, когда повторную положили, у нее адекватное лечение, нормальное. У нее шло восстановление, хорошее восстановление. Температура нормализовалась, руки, ноги, все работает, она активная, уже улыбалась, контактная была. И в ту ночь, когда капали мы диазепан, мы перед сном капаем диазепан, когда поставили диазепан, меня мать в это время кормила. Диазепан, это как бы снотворное получается, да? Это снотворное, восстановляющее обедение. Вот, капали диазепан, а в это время кормила мать, говорит, заходит, кормит, говорит, а медсестра предупредила, говорит, нельзя лежать в чем положение, тем более под диазепан. Надо было, у нее руки, ноги работают, сама кушает, глотает. Почему сидя не кормили, да, капились? Мы же сказали, что готовы к сне. Она все прекратила, докапали до конца, убрали, ушли, все нормально, адекватно было, адекватно было. А когда ушли, оказывается, мать встала, докармивала, пиши, в полусонном состоянии. А потом ее легли, попросили вот по палате всех, чтобы она уснула, отключила свет, а эта мать, она ушла в коридорогу, те уже легли. Вдруг, в какое-то определенное время услугу, одна из них проснулась, говорит, у нее храп такой, не такой, вот. И включили свет, она уже была синяя. Вызвала врача, конечно, ну, поздновато, но все равно, говорит, пищу, полость рта удалила, реаниматолога вызвали, интубировали, перевели в реанимацию. А чем ее кормили? Ну, суп, говорит, картошка, мясо было, говорит, суп это. Субтитры создавал DimaTorzok